Поскольку все события на политической сцене происходят действительно на политической сцене и представляют собой большое театральное представление, то и относиться к ним надо соответственно и оценивать как спектакль, то есть учитывать драматургию, сценографию, декорации и костюмы. Для разгона. Президент Байден по пути в Варшаву заскочил на огонек в Киев, где надо отметить спецэффекты в виде сирены, забывшие во время выхода делегации из Михайловского собора. Тщательнее надо, тщательнее, где звук хотя бы пары разрывов было бы гораздо эффектнее. После Киева Польша с распростертыми объятиями приняла всю президентскую рать. Надеемся, никто серьезно не пострадал. Постановщику трюков поставим плюс. С лалом на трапе, похоже, без последствий не обошелся. В сцене почетный караул сопровождение не могло удержать державного гостя на красной дорожке. Совет другим принимающим сторонам. Просто ставьте ограждение. Следующим актом пьесы было выступление президента перед честным народом Польши и всего мира. И тут у нас большие претензии к сценографии постановки. Вот президент идет... Постойте, но он же идет по молу, по которому обычно ходят красивые и не очень мисс в экстравагантных прикидах на показах мод и конкурсах красоты. Ассоциативный ряд на этом прерываю. Сценографу ставим двойку и сразу переходим к следующей картине, пропуская речь Байдена, содержание которой вам без сомнения известно. Детишки, это всегда классно. Зрители умиляются, умиляются, умиляются. Кончили умиляться, когда увидели вот этого украинского ребенка. Или вот этого. Как-то слабо верится, что не знает, кто такой поляница. Кастинг, ау! Мы тут между собой о таких работничках говорим кое-какло. Но драматурги польской постановки все-таки хороши. Как они закольцевали сюжет, люб дорого смотреть. Трапом начали, трапом кончили. Молодца! Можно было бы сказать, что визит удался, если бы не кое-какло.